Здравствуйте, друзья! Мрачный рождественский день! Вы видите, какие тучи! Вы видите, как опустела Кремниевая долина никого, ни души! И только мы со Светланой возвращаемся из русского магазина, где есть всё и нет никого! О, друзья, это удивительное зрелище, когда всё есть, а покупатель... Ну, не то, что не совсем уже прям никого, но, сами понимаете, вот, и вот так мрачно! А дождя я не помню, хотя на стекле вы видите там по чуть-чуть, высаживается по мелочи! Вот так, такое у нас нынче Рождество! Такое у нас вообще последние 4 года! Да, так что вот тучи, тучи сгустились! Чего дальше, не знаю! Ну, вот тут уже какое-то движение! Мы приближаемся к главной магистрали Кремниевой долины, долины улицы Эл Камина Реал! И там, может быть, какая-то жизнь ещё есть! Мы думали, не зайти ли нам в магазин Костко! Мы часто там снимаем, вы должны знать! Закрыт! Закрыт, друзья, магазин Костко! А едем мы по городу Маунтин-Вью! Что, можно сказать, в самом сердце притихшей, мрачной, помрачневшей Кремниевой долины! Вот эти тучи! Что-то они символизируют! Не знаю, что! Я бы, конечно, лучше зашёл в магазин, чтобы он был открытый! Правда, хотелось зайти? Ну, в Костко мы хотели зайти! Нам нужно, да! А нам нужно! Вот, мы не просто погулять! Мы реально что-то хотели! Ну, краник я хочу! А, друзья, у меня кран протекает немножко, подтекает в моём реструме! Мы подумали, а что, там краны продают? Я не обращал внимания! Понимаешь, как? Дело в том, что я покупаю вот этот немецкий кран, краны Грох и... Они, в Костко хорошие цены, но их уже в последнее время давно нету! Так! То есть, это была, как бы, попытка, вдруг они там есть! Но если нет, придётся, задайте влог, смотреть, что там есть! А может быть, вы так с интернета заказать, нет? Ну, кстати, идея-то неплохая! Да! Кстати! Да, пришли-то тебе в коробочке! В коробочке я в жизни! И ставь себе кран, какой хочешь! Да! Так что... А, слушай, а тихо как-то! Ты представляешь, какая тишина! Электрички не ходят! Даже движок наш, наверное, отключился! О, вот, пожалуйста! Да, поехали, поехали! Какая-то тишина! Чисто вагу! Хорошо, я хоть стрим сегодня, Света, с утра провёл! Там хоть люди были! Понимаешь? Много народа была? Нет, ну и там человек 600! Ну, тоже не было! Ну, бывало больше там! Если бы я сказал, там, если бы я дал тему в стриме... Слушай, а тут вообще, если бы новое здание построили, А я раньше не было его, скажем! Где здание? Вот это комминти-центр! Я не помню, да! Не было, и вот эти улицы не было! Ну, мы здесь давно не ездили! Улицы, вешать, стенд, фото, веню, комминти-центр! Замечательно! Так вот, я к чему говорю, что... Если бы я дал заголовок, типа, там, Байден отменяет крин-карту, ты, представляешь? Ну, да, набежали! О, так уже было бы не 600 человек, а было бы 2000! Вот! Или там, ну, что-нибудь такое, чего ждут массы! Типа, значит, до сих пор неизвестно, кто будет президентом, например! Типа, ну, да, но... Ну, твоя подруга утверждает, что процентов будет Трамп! Надо бы с ней... Она, как никогда, уверенна! Уверен, уверен! Больше, чем, да, уверен! У меня вот есть такая, знаешь, потребность, когда человек что-то такое говорит, сказать ему, давай на большую сумму не будем, ну, скажем, на 1000 баксов с тобой поспорим! Скажите, тебе же не помешает 1000 баксов, ты же уверенный! Да! Ты знаешь, сколько я предлагал, никто не согласился! Никто! Никто! То есть, вот, видимо, они не до конца уверенны! Налево, ты помнишь? Налево, налево! Ну, за кого ты меня принимаешь? Я здесь 30 лет живу! Ну, конечно, налево! С этого места начиналась наша жизнь Селегонная долина! Да! Вот мы сейчас проехали дом, в котором жили! По правую руку остался... Да, мы там... Сколько мы там? Пару лет жили? Нет, меньше! Больше! До 95-го года, пока мы не купили дом в Лос-Алтасе! Вот мы здесь и жили! То есть, это было... Ну, да! С 92-го по 95-й три года! Несмотря, вот это здание, его уже, по-моему, третий раз ремонтируют, то есть, все делается во время... Впереди здание, да! Ну, вообще говоря, наверное, вот, несмотря, вот сейчас residential real estate поднимается в цене... Люди вдруг осознали, что им нужно больше квадратных метров дома, и в связи с этим у бизнесов получаются лишние квадратные метры, которые по таким ценам никому не нужны, потому что бизнес... Ты знаешь, наконец, это здание, вот, что у нас сейчас было перед носом, стало ничего, потому что до этого оно было каким-то жутким... Да... А сейчас, видимо, каждый новый владелец его пытается отремонтировать, чтобы уже хоть кто-то захотел туда поселиться... Нет, я думаю, не все будет очень серьезный кризис, потому что даже когда кончится пандемия, все равно нет смысла столько держать помещение или сотрудничество... Ну, безусловно, если люди начали работать, даже, там, 20%, вот, я уж не говорю про 50%, но даже 20% стали работать на дому, соответственно, на 20% сокращается потребность... Поработать, никто им зарплату не повышает, даже сейчас-то и урезают, но повышать-то точно им никто не будет, хотя... Так, мам, то они больше работают... Вот, смотри, они больше работают, они используют свои собственные ресурсы, это же их ресурсы лишняя комната, лишний офис... Да... Бизнес экономит на площади и не платит лишние деньги за помещение... Да, вот, то есть, как бы, бизнесом лучше, а людям, как всегда, как всегда... А людям, ну, ты знаешь, вот сейчас пандемия кончится, может быть, многие привыкли из дома работать... Из дома хорошо... Я не могу сказать, что все, но когда это только началось, дикое количество людей стонали и мечтали, чтобы вернуться в офис, потому что там нет детей, там нет, там, жены... А у меня нет детей и собак... Собак... И там, в конце концов, можно сосредоточиться на работе, потому что там нет детей, которые учатся в школе, рядом с тобой... Да, поэтому они больше работают, потому что они уже работают, когда идут спать, да? Я уже не знаю... Просто у них нет понятия рабочее время и нерабочее... Так они как-то... Нет кофейку, нет? Нет, нет. Нет, друзья, нет. Нет, друзья, никакого кофейку. Ну, это у них Рождество, а у нас никакого кофейка. Ладно, едем. Едем. Света, вот если бы сейчас все магазины были открыты, ты бы хотела, ну, кроме Костка, которая... Ты бы хотела куда-то заехать? Да нет, так особо. Ну, может быть, и Лос заехали. За краном. Мы завтра заедем. Посмотрим. А вот бывает такое, что заезжаешь в магазин не потому что тебе там что-то надо, а потому что скучно. Ну, я не люблю хотя бы магазин, но это не ко мне вообще. Не любишь? С ума сойти. А вот магазин мы проезжаем, мне продается всякое военное снаряжение. Ну, в смысле одежонки. Ну, ты уж точно на магазине, в который... Одежонки. Не то, что я ради интереса пойду. Да ты что, а я ходил, я там фуражку покупал офицерскую и... Смотри, там еще новое там строят. Еще что-то покупал. Как-то на этой улице, вот на этом пятачке, вот так много новых домов и настроили. Здесь было много старья. И его сносят, и вот что-то такое строят. Ну, вот справа что же это новое строительство, да. Такое оно снаружи красивое. А внутри вот, наверное... А внутри такие параллелепипеды прямоугольные. Вот как изба, знаешь, там бревна сложили и все. И там дальше как-то даже не стали перегородки делать. Так, как-то так. Такой образ поиск. Снаружи все красиво. Что-что? Снаружи красиво смотрится. Вот видишь, еще строят... Снаружи, да. Чего же? Чего же? Чего же? Вот прямо вот, вот, вот. Тоже, наверное, квартиры, судя по всему. А внизу магазины какие-то будут. Ну, и... Да, или магазин, или холл красивый. А вот это здание вот слева, оно так и стоит, и стоит. Вот мы сюда приехали, оно стояло. И до сих пор стоит. Тут сначала была... Я думала, ты в нем работала. А вот я думала, по точкам, где я в нем работала или нет? Нет, ты в нем никогда не работала. Сначала там была компания DEC. Очень известная была компания. Digital Equipment Corporation. А, я ездила в эту компанию DEC, когда работала в Стэнфорд. Мы чуть-чуть туда ездили. Ну, хорошо. Вот, значит, была компания DEC. Потом, после DEC был... По-моему, Lotus там и был. Да, вот я там работал, когда был Lotus. А сейчас там как-то много разных. Там сейчас нет одного большого хозяина. Ну, в смысле, съемщика. Там много-много разных маленьких конторочек. Там хорошо было. Стояли автоматы. Вот как в Макдоналдсе там с дринками, да, с напитками. Вот тут они стояли. Платить не надо, просто кнопку жмешь. Напиток выливается тебе там в стаканчик. Прям аж противно было. Думаешь, даже пить не хотелось ничего на халяву вот так. А не думаешь, что ж такое. Так бы выпил, а так думаешь, не буду. Ну, вот. Там еще парковка подземная хорошая. Почему? Освоились мы тут на местности цвет. Так вот. Ну, видишь, проезжаем. За последние 30 лет. Мы проезжаем, а там что-то новое вообще возникло. Чего раньше не было. Ну, вот тут забор этот красный стоит. За ним уже сейчас... А он уже все время был стоял. Ну, подожди, понятно. Там что-то строить будут. Ну, или будут. Ну, уже огородили. Ну, конечно. Будут. Это дорожное чудо. Будут. Наверное, пермиты получают что-нибудь там. Вот так, друзья, едешь. Я специально на свете сказал. Давай, говорю, поедем по алкаминам, а не по хайве. Может быть, там что-нибудь открыто. И мы заглянем. Нифига. Хотя вот этот, иногда вот бергер. Но мы не будем это есть. Это не с едой. Бергеры мы не будем есть. Да. Как там наши зрители, Света? Ведь им тяжело приходится. Они пьют водку, шампанское, едят оливье. Это не так вот, как у тебя, оливье-то, безуглеводное. Такое, чтобы в китос войти. Какой ужас, Света. Какой ужас. Вот так. И так вся страна. А ты знаешь, что интересно? У них, когда Новый год проходит, слышишь, во избежание травматизма на производстве, там пару недель вообще люди на работу не ходят, опьянствуют дома. А когда уже совсем уже в осадок выпадут, уже тогда начинают ходить на работу. Когда, ну, уже все. Организм больше не принимают. Нет, нет. Когда уже опасности не представляют они. Но они сегодня последний день на пляже. Ну, в последний день уже у них денег нет. Уже все выпили. Уже, понимаешь, ресурсы почищены. То есть, в то время, когда люди еще в состоянии выпить, им говорят, на работу не ходи. А когда уже все, вот теперь выходить. А тут травматизм большой. Забота о людях. Все во время человека, все на благо человека. Да. Да. И человека этого мы знаем. Знаем этого человека. И дружбанов его всех знаем. Так. Ладненько. Слушай, действительно даже вот физкультурники, казалось бы, могли бы там побегать где-то, да? Никто не бегает. Нет, ну там они-то не побежали. Но там мы видели женщину, да. Я поэтому вот ее увидел и вспомнил, что есть же физкультурник. Тропа. Что есть? Тропа. Тропа. Да, есть тропа. Может быть, мы пойдем гулять или дождь нас не радует? Нет. Дождь, друзья. Может быть, пойдем в беседку? Нет. И в беседку не пойдем. А что мы будем делать? Ты знаешь, я спать хочу. Как спать? Ну это, ну это как-то даже неприлично. Почему? Ну что же. Сейчас я проснулась. Что ты? Пол седьмого проснулась. Пол седьмого? Да. А с какой целью? А так проснулась и все. Да и все рано. Как ты могла бы сказать себе еще рано и поспать еще? А у меня не включается. У меня спать, а у меня проснулась. Да, проблемы, друзья. Какие проблемы? Зато днем хочу поспать. Ладно, поспи днем. А я тогда что буду делать? Ну, посмотрим. Ну, в стрим я уже не пойду. Это слава богу, да. В стрим уже не пойду. Кстати, насчет стрима, да? Да. Друзья мои, вот наши внучки, да, которые уже стали постоянными стримщиками. Стримщицами нашего канала. Да, стримщицы, да. Если вам интересно с ними общаться, или если какие-то вопросы назрели для соответствующей категории, да? Да. Тринадцать лет и шесть лет. Да вы напишите, вы вопросы эти собираете к тому моменту, когда они к нам придут в следующий раз, будет сразу уже заготовлен списочек вопросов. А им нравится в стрим ходить? Им нравится, да, они чувствуют общение. Вот им так просто разговаривать с дедушкой скучно, а вот когда в стриме они видят, что там реальные люди. Писал сегодня, кто-то говорит, ваша Саша, вы из нее все вытягиваете на видео. А тут, когда стрим, так она прямо сама, с удовольствием, там все такое. Они же еще, Саша же еще комментарии потом читает. И ей интересно, да? Вот. Ну да, и самое главное, что вот эти вопросы действительно тогда будут как-то более содержательные, а не просто так бы спонтанно. Ну, Света, дело в том, что приходы Саши и Наташи, они достаточно случайны, поэтому ты не можешь сказать заранее, у нас там через три дня будет стрим с Наташей и Сашей. Давайте вопросы. Нет, сейчас давайте вопросы. А вы, ну, собирать там куда-то из. Ну, ты же понимаешь. А чего? Ну, это не то. Вот под этим видео прямо пишите вопросы. Ну, безусловно, можно написать вопросы, но это не то же самое, что во время стрима задать. Они же там провоцируют. Никто же не запрещает во время стрима задать. Но хотя бы будет какая-то канба, какая-то, да, во время стрима дополнительно что-то. Ладно, Света. Слушай, такое ощущение, что даже как-то, может быть, проясняется, я могу так сказать. Если тут чёрное прямо на дне. Ну да, но впереди мы видим свет. В конце тоннеля. И там какая-то гора тёмная, смотри. Там, может быть, там на этой горе дождь, даже непонятно, она касается облаков. Друзья, а вот мы в таких страшных местах, мы живем, боже, какой ужас. Но назад, если смотреть, то там ещё страшнее. Там темно. А здесь всё-таки какой-то проблеск светлого неба. Село-селом, друзья. Село-селом. Так вот и живём. Говорили, Москва большая деревня. А, Света? Да. Ты понимаешь? Ну, я бы сказал, посёлок городского типа. Москва? Нет. Здесь? Здесь у нас. Ну да, Москва всё-таки город. Да, это городом трудно назвать, но вот такой посёлок всё-таки не совсем он сельскохозяйственный. Нет, он совсем не сельскохозяйственный. Тут ни у кого нет ни кур, ни горов. Тем более там даже огородов толком нет. Только наши соотечественники некоторые там клубничку все посадят, помидорчики. Ну, просто так для настроения. Вот у нашей Жанны муж всё выращивает. Ты знаешь, что хочу съесть? Что? Я хочу съесть бутербродик с той рыбкой, которая засолена. Ты громко скажешь, чтобы все знали. Так, бутербродик. С рыбкой и с маслом. А бутербродик и хлеб какой будет? А у нас есть хлеб. Может купили? У нас есть разрешённый хлеб. Так, из ореховой муки. И дальше с маслом нам можно. И рыбку, которую я засолила. Рыбку ты какую солила? Ну, вот эту, которую я назвала. Yellow Tail. Yellow Tail. Света, может быть даже мы видео снимем? Развлечёмся. Развлечёмся, да. Вот у нас хлебушек, масло и рыбка. Yellow Tail. Я двумя руками за. Друзья, приглашаю вас на бутерброд. Который мы сейчас со Светой... Виртуально приглашаем. Ну, виртуально, что же. Они могут сами себе такое сделать. Я тебе скажу, у нас зрители очень креативные. Они, зная, что сейчас будет бутерброд, там, или супчик, там, или что-то. Они, прежде чем садиться к экрану, они заранее уже идут в холодильник. Там кто? Там картошку с котлеткой, понимаешь? Кто? Там огурчик солёный, там, с водочкой. И они уже так прямо обставятся, так. И потом мы вместе с ними подъедаем. 11 января, то есть после праздника. 11 января. Да, мы идём с тобой на тренинг пакета. Ещё раз. Тренинг? Тренинг онлайн? Ну да. И уже будем соблюдать строго, потому что мы пока ещё не вошли в китоз. Нет, чуть-чуть не вошли в китоз. А в китозе жир сгорает. У меня там будет серьёзная диета, то есть уже не будет никакого хлебушка, там ничего этого не будет. Да ты что. Да. Ну это же хлебушек тот же. На две недели. Это же хлебушек китозный. Ну послушай, на две недели будет совсем строго. Строго. Но жирно? Жирно. Жирно будет. Да. Но уже не будет ни пирогов, ни тортов, ничего не будет этого. Какой торт вчера Света сделала? Ой-ой-ой-ой-ой. То есть он, ну как там, есть конечно углеводы, без углевода совсем не получится, но их мало. Мало не то слово, но какой вкусный этот был торт. Торт у нас тоже остался. Еще остался, да. Про него можно долго рассказывать. А мы будем сегодня есть кусочек торта, если он такой полезный? Ну посмотрим, много полезный. Полезный его назвать нельзя. Так. То есть как бы в торте полезно. Как? Все полезно, если это не сахар и не другие углеводы, так нам все полезно. Там это бомба такая калорийная вообще. Много калорий. Такого не то стоит. Ну, значит надо съесть маленький кусочек. Все, друзья. В общем, оставляю вас наедине с мечтами. Вот. А мы пока пошли за бутербродиком с хлебушком и рыбкой и маслицем. Да. У меня, знаешь, не исчезает картинка вот этого магазина. Как он называется? Где вы были? Русского. Самовар. Да. Магазин Самовар. Очень там невозможно. Просто сколько там всего и какое оно красивое и яркое. Главное, что там когда находишься, держаться очень трудно. Трудно, но мы выстояли. Поэтому у нас навеяли мысли о каком-то небольшом нарушении. Ах, как там неплохо все. Друзья, мы с вами прощаемся. До бутербродов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова